Просто у меня так набросились, что... Нет, ну в этом же интересно. Антон, можно я тебе честно скажу? Мы себе выдумываем интересную биографию, которую мы не вполне соответствуем. В Телеграме уже реально узбеками торгуют. Виртуальные гастарбайтеры завелись. Вольны между дагестанцами и русскими, чеченцами и русскими, якутами и русскими. Ради бога, пусть будет партия татарских националистов. Как говорил Дональд Трамп, нужно строить степь. Будет вечная мерзкая компания на ваде. Но завершить надо с иллюстрацией, естественно. Как в стране размера России провести иллюстрации. Общинские олигархи, они не нуждаются в иллюстрациях, они нуждаются в суде просто. Если мы говорим вот о будущем реформирования России, мы не готовы к тому, что эти настроения будут. Но слушайте, вы просто все провалите тогда. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях сегодня Антон Громов, главный редактор сайта EuropeanRussians.com и автор канала в Телеграме ПолиТата. Помогает мне сегодня Михаил Пожарский. Публицисты стать историей. Помогает мне сегодня Михаил Пожарский, публицист. И разговаривать мы будем про революцию СМИ, Телеграмы, как они влияют на обмен информацией и грантоедство. Я не знаю, как это правильно сформулировать. Я смотрел твое интервью Эхо Москвы с Плющевым, где вы разговаривали про Телеграм-каналы и про то, как это влияет на рынок СМИ. И у тебя там была такая мысль, с которой я был абсолютно не согласен. Ты с одной стороны радуешься, отсутствую комментариев Телеграме, потому что вот, наконец, стало возможно принести вот эту мысль зрителя, без какого-то внешнего шума. И в том же самом предложении, в том же самом параграфе ты говоришь о том, что вот, как же так, у нас атомизация, у нас теперь атомизированное общество, из-за этого в России никто друг друга не слышит. А я это вижу как абсолютно две стороны одной монеты. Это просто такое, ну, варенье в собственном соку. Нет, я не защищаю как раз варенье в собственном соку. Я говорю, что да, такая тенденция, она побеждает. Но сказать, что это полностью позитивная тенденция, это точно нельзя, конечно же. То есть атомизация, когда все разбиваются по каким-то кластерам и не особо взаимодействует, это, конечно, не очень правильно. А мне кажется, наоборот, что в Телеграме есть очень хороший контакт автора с аудиторией. Проблема в том, что есть какой-то недостаток обратной связи, но можно же писать в личку, можно там, как бы, комментировать в личку. Потому что в том же Фейсбуке очень много всего тонет в каком-то бесконечном сраче в комментах. А Твиттер, он, по-моему, в принципе, представляет собой один сплошной срач в комментах. И откопать в нем какую-то полезную информацию это гораздо сложнее, чем в Телеграме. А люди, может быть, и истосковались именно по какой-то полезной и понятной информации. Я вижу в этом... О невечном обсуждении, пережевывании всего и вся, и каждой мелочи. Я вижу в этом те же самые проблемы, с которыми сейчас столкнулся Запад. Что, изолируя себя в такой комфортной среде, где ты недоступен к критике, а то, что ты говоришь, что тебе в личку можно критику написать, в личке ее все игнорируют. И она, в принципе, не позволяет... Я не игнорирую. Мне пишут, я общаюсь с людьми. Ты молодец. Я имею в виду, ты не можешь эту критику донести до третьего лица. Тут проблема, мне кажется, в том, что не все каналы, они обладают возможностью обратной какой-либо связи. То есть, некоторые каналы просто анонимны. И люди, как бы, то есть, они не заинтересованы вообще в целом как-то... Они просто пытаются вот это как-то гадать на кофей мигуще, читая вот эту информацию, которая, в принципе, по жизни, в общем-то, не нужна особо. Ну, это следствие просто отсутствия нормальной информационной опоры. Да, конечно. Это следствие того, что у нас политическая система, это черный ящик. Когда у людей нет контроля над политикой их страны через какие-то нормальные институты, там, открытого демократического общества, они начинают себя тешить такой иллюзией информированности. Как бы им приятно думать, будто бы они знают, что там на самом деле происходит. Это заменяет им ощущение контроля. Совершенно не защищаю анонимные телеграм-каналы, да. Я скорее просто считаю, что вот телеграм, да, это не ответ на те проблемы информированности общества, которые у нас сейчас есть. И то, что все сейчас закрылись на этих собственных изолированных площадках, мне кажется, эта проблема только усугубляет. Именно твиттер стал движком для взлета нелюбимого табу альт-райта, да, альтернативных медиа. И с площадкой он стал именно потому, что в Твиттер это площадка, где критика видна, в Телеграм это площадка, где критика не видна. И из-за того, что она не видна, ты никогда ее не увидишь. Она не имеет зрителя. Можно вылить такие очень закрытые кластеры, ну, вот условно говоря, да, взять пример, допустим, там, некоторые каналы нам известные, да, которые, скажем так, вот, пиарятся там, допустим, тем же Кашином, например, да, там, и понятно, что это стоят взаимные посты, там, репосты, да, из вот этих вот определенного пула друзей, да, и лишних людей там нету. Почему вот все эти кремлевские медиа-технологи и прочие шушеры, они вот в таком как количестве попали в Телеграм? Во-первых, из этого можно сделать один положительный вывод, то, что Телеграм все-таки они прикрывать не будут, потому что раз такая работа проводится, они попытаются, конечно же, вот как я уже говорил, в принципе, на «Эхо Москвы» тоже, что они попытаются именно заболотить вот это пространство, чтобы была тирания выбора информационного, да, сделать полуоппозиционные каналы, там, псевдооппозиционные, охранительные, полуохранительные, да, там, псевдо-правые, да, псевдо-левые, да, все псевдо-левые, да, там будут предлагать, допустим, там бороться, там, с тиранией Сороса, там, или, допустим, там, какие-нибудь псевдо-альтрайты будут, там, говорить, вот, посмотрите, как в Париже, какая ужасная ситуация. Ну, Москву мы трогать, конечно же, не будем. В перспективе, конечно, это может использоваться, как вот, как они, наверное, думают, как вот были как раз твиттерные, так называемые, революции, как это называлось, когда вот период был как раз протестов, да, там, крупных в арабских странах и падения местных авторитарных режимов. И они думают, что, может быть, конечно, что-нибудь будет такая же технология использоваться в Телеграме, телеграммной революции, да, там, это вполне возможно. То есть у них паранойя может заходить очень далеко. И в Телеграме еще, наверняка, сложнее с ботами, накрутками и прочими чисто техническими штуками. К сожалению, в принципе, такое явление там тоже есть. Там есть вот персонажи из Узбекистана, Таджикистана и прочих замечательных солнечных республик. И некоторые каналы, когда покупают рекламу, они покупают, в общем-то, как бы такие вот мертвые живые души. То есть в Телеграме уже реально узбеками торгуют, да? Ну, в каком-то смысле, да. Такое явление. Виртуальные гастарбайтеры завелись. Ты в одном из интервью говорил, что Политата – это успешный коммерческий проект. Кто вам платит? Ну, нам платят люди, которые заказывают у нас рекламу. Кто у вас заказывает рекламу? Ну, заказывают рекламу совершенно разные люди. Вот, допустим, каналы, связанные, допустим, они посвященные истории, например. То есть выкладывают такие фотографии, посвященные историям. Допустим, такие вещи интересны. Вот небольшие оппозиционные каналы, которые только появились. Они вам платят за рекламу? Они платят за рекламу, да. Откуда у них деньги за рекламу? Ну, как откуда? Я думаю, что люди просто работают. Реклама, она полезна тут тоже, да? Это определенный двигатель, да, там, чем бы и нет. Я думаю, я наоборот. Ну, смотрю, конечно, какая реклама. Потому что, конечно, если там некоторые рекламируют какие-то непотребные вещи, конечно, это не очень хорошо. Баранова, если рекламу захочет вас дать, вы разместите? Ну, у нас она и так и получается совершенно бесплатно. Нет, это антиреклама, я говорю про рекламу. Ну, это тоже реклама. Ну, может быть, для кого-то анти, а для нее не анти. То есть не разместите? Она антифлоновая политика. Не знаю, по-моему, обратная от Тефлонового уже стала. Ну, да, после вашего эфира. Есть кто-то, чью рекламу вы не разместите? Я имею в виду не из порнографа. Ну, конечно, есть. Караульного мы точно не разместим. Нет? Конечно, нет. Ну, а хранителям... Винокурова. Винокурова нет тоже. Пытаюсь застать дискуссию, да? Мне кажется, то, что имеющаяся проблема, она во многом связана с конфликтом поколений, да? И с тем, что мир ушел намного дальше, чем вот те люди, которые... Бэми-бумеры, да, которые находятся в своей власти, да? Они не совсем могут адаптироваться в этой ситуации. И действительно, мне кажется, проблема рекрутинга в элиту, да, она стоит очень устроена. Очень не согласен. Смотри, во-первых, если говорить про бэби-бумеров, то поколение бэби-бумеров гораздо либеральнее в классическом... Ну, в левом понимании слова либерализм, чем поколение вот наше или еще бы... Нет, я знаю эти выкладки, да. Я имею в виду сейчас именно к тому, что вот эти люди, да, допустим, возраста Путина, да, ну или, допустим, старше намного, да, они правят. Они находятся, скажем, во главе корпорации, в главе правительства, ну и так далее, да. И люди, допустим, условно говоря, там, ну наши ровесники, да, они к власти не имеют никакого отношения. Вот если уж проводить параллель с Россией, то да, действительно, вот у нас то, что власть, конечно же, она ориентируется заметно на людей определенных там полов, определенных возрастных групп, да, там их желания, их интересы, да. И самые бабушки из выборов вечные. Условно говоря, да, то есть это заметно как раз вот разница вот между вот той аудиторией, которая ориентируется на Навального, да, там, и как раз возраст этих людей, да, там, их интересы, и тем демократическим большинством, который ориентируется на нашего замечательного Владимира Владимировича. Конечно, создана такая институциональная такая ситуация, что он является, к сожалению, безальтернативной фигурой для общества. И частично запугиванием, частично тем, что людей заставляют, как бы ставят зависимое положение, да, и говорят, что вот если вот вы не будете голосовать, как в свое время с Лужковым тоже было, вот в Москве у людей старшего поколения, у них был миф, что вот сейчас Лужков уйдет, и все обвалится, социальная система, да, там, больницы закроются, не будет операции, не будет выплат там, и так далее, да. Ну, в целом, в общем, конечно, в общем-то, как бы власть, она ориентируется на их вкусовые предпочтения, вот этих вот категорий населения, и, в принципе, такая власть им соответствует с их точки зрения, да, как стилистически. То есть, допустим, тот же Навальный, конечно, вызывает у людей, допустим, там, скажем, которые социализировались в советский период по ряду причин отторжения, ну, допустим, человек улыбается много, и вообще на американца похож, что рукава закатывает, как в Елене учили. Ну, да, нет харизмы советского начальника. Ну, да, красного. Это понятно. У меня как раз ощущение, что таких идейных путинистов, они встречаются в ускользающем малом количестве случаев, и вот эта вся поддержка в 146 или сколько там процентов, она работает так по принципу спирали молчания. То есть, людям кажется, что вот это большинство существует, и они боятся высказывать свое несогласие, которое у них в действительности накипело, потому что они думают, что это мнение меньшинства, это мнение непопулярное. А вот если так, это как бы, если все откроют эти карты, то окажется, что недовольны, как процентов 80-80, если не больше. Нет, конечно, конечно, в общем-то, это понятно, что правительством и вообще институтами, имеющимся, недовольны вообще все, да. Но когда речь заходит о каких-то ценностях, которые, скажем так, власть пытается спускать на население, да, то и по ним есть, к сожалению, определенный консенсус. Нет, но этот консенсус – это результат определенной медийной ситуации и контроля. Это, безусловно, да. Но мне кажется, он не только результат контроля, то есть это мнение, которое у людей формировалось на протяжении их социализации. То есть в этом отношении, я думаю, что надо понимать, что как раз те поколения, которые, как я уже говорил, социализировались в советскую эпоху, понятно, что они более, скажем так, подпадают под, скажем так, вот пропаганду, да, которая вот сейчас идет от государственных институтов. На мой взгляд, это просто следствие, вот, как бы замороженная вот эта медийная ситуация, где у людей просто нет доступа к информации и нет возможности, как бы, подвергать эту информацию критике. То есть, ну, то, что Кремль полностью контролирует телевизор и обеспечивает ту поддержку и тот консенсус, который сейчас существует, не поддержку, а консенсус именно. Безусловно, да. Но я говорю, что мне кажется, что есть все-таки определенная, то есть не я сказать, что такая вот плохая власть, она спустилась к нам с Марса, да, то есть я думаю, что это следствие определенных социальных процессов. Нет, нет, ну, власть в той же мере формирует общество, в какое общество формирует власть. И просто, ну, мы сейчас в исторический экскурс уйдем, ладно, не будем это делать. Но, мой тест заключается в том, что, мне кажется, неправильно относиться к обществу и винить общество, да, в той власти, как у нас есть. Нет, конечно, конечно, неправильно, безусловно. Понятно, что наше общество намного лучше той власти, которую она над собой имеет, это очевидно. Просто понятно, что надо учитывать, что, к сожалению, многие, скажем так, как мы уже говорили, ценности, да, они, к сожалению, обществом тоже разделяются. Но они разделяются постольку, поскольку общество просто не имеет возможности. Ну, безусловно, безусловно, нет, есть, конечно, справедливое обоснование, почему. То есть, конечно, это одна из причин, это, конечно же, патологическая бедность, да, там, это первый момент. Второй момент, конечно же, это, к сожалению, качество нашего гуманитарного образования в целом, да. Третий, это, конечно, рессентимент, связанный как раз с падением империи. У нас общество голосует за Путина не потому, что оно бедное, а оно бедное, потому что он голосует за Путина, потому что только обеспечив там определенную бедноту, Путин может себе обеспечить ту поддержку. Потому что независимый человек не нуждается в пастухе. Нет, в какой-то степени это правда, да, потому что это частично, конечно, напоминает ситуацию, которую описывал Орел в 1984, когда вот эти вот сверхдержавы, они вели войну, чтобы поддерживать определенный низкий уровень жизни, да. И, конечно, для авторитарного режима такого типа такая ситуация, конечно, выгодна. Плана маршала для России, конечно же, не будет, и для Украины его нет, в общем-то, хотя об этом много кто говорил и писал. И единственный наш шанс, мне кажется, это как вот барон Минхарозов, он сам себя вытаскивал за волосы. Я думаю, это только, в общем-то, действительно наша задача, чем мы частично занимаемся, пытаемся как-то организоваться вот среди частично русских эмигрантов и людей, которые, скажем так, проходят обучение за рубежом, да, чтобы как-то взаимодействовать и потом на основе, скажем так, вот такого объединения, возможно, как-то уже действовать в период, если ему будет, конечно, я надеюсь, что будет демократического транзита в России, да, потому что для каких-то изменений потребуется очень большое количество специалистов, кадров. И я думаю, тут нужно, конечно же, нам опираться на людей, которые прошли обучение за границей. Это был бы тот кадровый резерв для демократической России, который мог бы как-то, скажем так, изменить ситуацию. Почему этот подход не сработал в Грузии тогда? Они ведь пытались то же самое делать. Я думаю, что, вот, кстати говоря, это интересный момент, они пытались частично то же самое делать, да, и, ну, Михаил Саакашили, кстати говоря, у него он ввел термин, один из первых, кстати говоря, на постсоветском пространстве, экономической иллюстрации. Но экономическую иллюстрацию, так называемую, он не провел в полной мере, да, то есть осталось действительно вот пул этих олигархов, да, грузинских. И они смогли коррумпировать новую власть. Если мы хотели бы как-то изменить ситуацию, конечно же, потребуется провести не только иллюстрацию, связанную как раз с одиозными деятелями, да, там, которые действуют как-то в политическом поле или действуют в административном, а, конечно же, провести экономическую, так называемую, иллюстрацию, да, это убрать с поля олигархов путинских, да. Нет, ну, путинские олигархи, они не нуждаются в иллюстрациях, они нуждаются в суде просто. У нас тут иллюстрация обсуждается чуть ли не на каждой передаче, да, и, тем не менее, у меня так и не было оказии вспомнить о том, что вот есть замечательный американский экономист Мансур Олсен, который написал книгу, ну, в общем, писал он в том числе о том, почему у западных стран после денацификации как бы получилось все, а у стран постсоветских не получилось ни хрена. Ничего, у Польши получилось? У Чехии получилось? Нет, слушай, в рамках там какой-то отрасли эти красные директора сговариваются, начинают там воровывать пахана своего, да, они сговариваются также с какими-то там наблюдающими, следящими органами, адгабаниит и так далее, и вместе они, ну, занимаются тем, что сидят и пилят, как это было там в Советском Союзе в 70-е, в 80-е, пока это все не развалилось. Что происходит с ними, когда меняется власть, Советский Союз превращается в РФ, а ничего с ними не происходит? Они как были в этом неформальном сговоре, вот так они в нем и остаются. Они вот этими же неформальными группами, они проводят приватизацию, они точно так же участвуют в залоговых аукционах и так далее. И смысл иллюстрации не только в том, чтобы как бы изменить политическую власть, а в том, чтобы разбить вот эти вредоносные экономические группы, которые просто будут переходить из системы в систему и продолжать себе спокойненько нас обворовывать и пилить страну. В Германии же была вот политика 4D и там декартилизация, если не ошибаюсь, да, и как раз что-то подобное потребуется, я думаю, конечно же провести здесь тоже, да, если это будет, я надеюсь, возможно, потому что я боюсь, что по тем или иным причинам демократические лидеры, когда будут происходить какие-то изменения, часть элиты пойдет с ними на сговор, и они купят таким образом себе свободу и независимость для своих капиталов. И потом они также смогут коррумпировать правительство, ну, того же Алексея Анатольевича, например. Может повториться опять вот этот бесконечный цикл, вот этот эффект колеи, и это будет опять вот у нас не, не знаю, вот как вот политики, наверное, как бы, ну, вообще как бы те, кто занимается развитием государств в нормальных странах, наверное, играют в каком-то смысле в игру типа цивилизации, у нас получится аркада. То есть беготня такая за золотыми мешками. И да, это очень плохо, да, потому что вот, к сожалению, вот негативный пример, то, что мы сейчас видим, к сожалению, то, что происходит в украинском государстве. Как думаешь, возможно ли, в принципе, избежать вот этого соглашения с элитой или с частью элиты, которая сопутствует демократическим транзитам? Ну, потому что я вот слушал лекции Ларри Даймонда, ты, наверное, его знаешь, да? Ну, это политолог из Стэнфорда, и вот он описывает цветные революции очень просто. То есть там непременно должен произойти раскол элит, и какая-то часть элит, она сдает наиболее там одиозную и замазанную в преступлениях часть ради того, чтобы самой там сохранить какие-то свои активы, получить безопасность и так далее. И это кажется таким путем неизбежным, потому что альтернативой этому видится то, что они просто будут отстреливаться до последнего патрона, и здесь будет как бы очень серьезное противостояние, Гражданская война или что-то подобное. Нет, я, кстати, скажу даже 3-3 сценария, почему ничего не произойдет. Но Черный Лебедь, все думают, что Черный Лебедь, это, условно говоря, Путин умер, и в Москву везены танки. А Черный Лебедь может заключаться в том, что в течение десятилетия не будет происходить ничего. То есть будет как раз вот тот самый цикл до бесконечности, который мы сейчас видим, вот как, допустим, там, ну, будет вечная американская компания Навального. Ну, давайте поднимем тост за иллюстрацию. О, я готов. Первый тост. Первый тост за иллюстрацию. Как в стране размера России провести иллюстрации? Вот хорошо, вот мы на самом деле... Ну, вообще не самая населенная страна. Населенная страна, она очень, зато такая большая. Я вот был... Все-таки телеграф уже есть. Я просто, понимаешь, вот те проблемы, которые мы наблюдаем в Москве, они, на самом деле, совершенно незначительные по сравнению со всякими медвежьими углами, понимаешь, там, я не знаю, типа, господи боже, как-то станица называлась... Кущёвская. Кущёвская, да, как кущёвки. Понимаешь, таких кущёвок, да, про кущёвку мы знаем, но таких кущёвок по всей стране очень-очень много. И как проводить иллюстрации таким образом, чтобы изменить то, как выглядят эти кущёвки, мне, на самом деле, ответить довольно сложно, несмотря на то, что я за эти иллюстрации... Хорошо, хорошо, я сейчас... Можно я скажу? У меня тут очень простое мнение. Мне кажется, что здесь во всём виноват российский централизм и культ вот этой центральной власти. Все эти мелкие региональные бароны и бандиты, начиная с Сапков и заканчивая Кадыровым, они держатся именно потому, что они чувствуют за собой силу вот этого центрального аппарата, который их поддерживает. Если этой силой в какой-то момент друг не станет, их жители, этих самых кущёвок, их очень быстро сами поднимут на вилу. Есть чёрный список, нужно готовить белый список специалистов, да, и готовить программы, в том числе, может быть, экономические, не только экономические программы, реформы, да, конкретные программы с пунктами, которые не обходят самые, вот как у нас некоторые политики пытаются обойти, сложные вопросы, например, про вопрос Кавказа, вопрос, там, я не знаю, суверенитета над Курилами, да, там, мирного договора с Японией, ну и так далее, да. Действительно, как бы эти вопросы не нужно обходить, и должны быть разработаны разные варианты действий, то есть, допустим, как это было, ну, ну, наверное, плохой пример, но большевиков всё-таки. У них была в определённом смысле программа, как они что-то делали, у них что-то получилось, что-то не получилось, у них было системное мышление, у них были в каком-то смысле тоже готовы кадры, да, которые отвечали за какие-то сектора, да, как-то действовали, то есть, должно быть желание, действительно, если оппозиция, действительно, хочется прийти к власти, она должна быть готова к этому. Ну, как вот в Великобритании есть теневой кабинет, да, может, что-то такое должно быть создано, да, должно быть подготовлено вот списки людей, которые заменят как раз не только первых лиц, да, но и как раз людей в аппарате. Сколько людей в вашем белом списке? В нашем белом списке? Ну, у нас небольшая организация, у нас есть, я думаю, у нас пока десятки людей, мы существуем недавно всего лишь, там, года два, так. Но в вашем белом списке же не только люди, которые состоят, в вашей организации, это вообще как бы люди, с которыми можно работать? Не, ну, это больше, конечно, там дойдёт, я думаю, в общем-то, как бы, наверное, до сотни. Ну, хорошо, ну, сотни, понимаешь, сотни людей. Это мало, это понятно, ну, это понятно, что в аппарате, нет, ну, мы всё-таки, ну, скажем так, мы действуем на свои инициативе, на свои средства, да, там, и понятно, что, допустим, в аппарате МИДа там это тысячи людей находится, там, условно говоря, да, там, я уж молчу про аппарат МВД, ФСБ и так далее. Просто я почему этот вопрос задаю? Вот у нас была в гостях Баронова, да, с Полиной Немировской. Полина Немировская сказала такую мысль, что... Мысль, с которой я, как ни странно, согласен, что действительно, ну, избавиться, это, предположим, там, от судей, да, ну, кто им на смену придёт? Помощники судей, которые все это наблюдали, которые во всём этом участвовали? Нет, нет, причём у нас есть замечательные юристы, например, да, там, я думаю, что которые, в общем-то, были бы готовы как-то содействовать и помогать, да, в условиях такой, да, там, ситуации, которые, например, учились в Великобритании, да, ну, они являются гражданами Российской Федерации. И если мы посмотрим по процентному соотношению людей, которые, скажем так, жили когда-то в России, да, переехали, или, может быть, будут готовы вернуться и поработать, их может быть достаточно много, это тысяча людей. Действительно, как бы, стоять на позиции, вот, как представители открытой России, как они с Михаилом Борисовичем хотят элитно договориться, да, а потом попилить нефть, условно говоря, да, там, ну, их замечательный пункт есть в программе, но ты, которую я читал, перевести ресурсы, да, там, которые связаны, вот, углеводородные, под контроль каких-то комитетов после перехода. Кто будет в этих комитетах сидеть, да, там, в каком принципу это будет решаться, то есть, не совсем понятно, да. Здесь не так давно был Владимир Милов, который в кое-то веке сказал одну умную вещь о том, что когда, как бы, какой-то переход случится, будет очень-очень скромное временное окно, когда можно будет что-то сделать и провернуть какие-то реформы, пока вот эта вся коррупционная мразь, она не придумает, как ей реорганизоваться и нанести ответный удар, вот как она сделала в Грузии, да. И вот в это узкое временное окно нужна будет команда, которая сможет очень быстро сориентироваться и очень быстро проявить очень серьезные изменения. В том-то и дело, да, что над этим нужно работать. Я, как вы уже намекал, а делал сейчас, то есть, то, что мы в рамках НКО, мы пытаемся уже собрать тех людей, чтобы как-то уже хотя бы держать связь, как-то взаимодействие, чтобы был какой-то, допустим, там, think tank, мозговой центр, да, который мог бы, скажем так, потом вместе действовать уже в условиях как-то свободного плавания. Была попытка создать некоторые альтернативные институты, вот это вот теневое правительство, как ты говорил, называется, КС оппозиции. Крайняя печальная история, да, с которой, ну, оппозиция не справилась. Демократичность вообще голосования была под вопросом еще тогда, там, скорее, такое не задавалось. Именно вбывании процедуры. Ну, скорее всего, в общем и целом, она была правильной. Нет, идея, конечно, неплохая, но кого туда выбрали, конечно, все печально. Значительная часть населения, ее можно убедить, что власть там не отстаивает ее интересы, но в то же время существующая власть создала такую ситуацию, где значительная часть общества поддерживает еще хуже, чем существующая власть. Это ты сейчас включил Мишу Вербицкого. Я не говорю про... Водка быдло стоила. Нет, абсолютно не так. Я не говорю, что это... Я не говорю, что это свойство русского народа. Я не имею в виду, что вот у нас такие немытые, там, необразованные массы. Я имею в виду, что эти массы, они настолько обижены на... Как бы опыт их жизни, политических, как бы, политической жизни, он настолько плохой, да, что они сейчас не верят никому. Они считают, что все... Они считают, что все их обманут. Они считают, что все враги. И, в принципе, настроены на то, чтобы просто, как бы, всех порешать. Не потому, что они немытые, они образованные, а потому, что у них опыт жизни такой, что их всю жизнь обманывали. Нет, есть такая, безусловно, проблема. Я с тобой даже соглашусь. Да, действительно, как бы, рейтинг у власти ужасный, я так думаю, да. Ну, кроме, может быть, Владимира Владимировича, может понимать консенсус в обществе, да, там, по разным причинам. У правительства, у институтов государственных, он, понятно, провальный, да, там. У рейтинга позиции еще хуже, да. И люди, как бы, скажем так, в вот этой московской тусовке, да, вот в этих пьяных лицах, да, которые тусуются вместе с Кристиной Потопчик, которые являются какой-то богемой, они не видят отражения. Единственное, может быть, действительно, люди, допустим, с лицом, ну, частично мальцево. Может быть, кстати, как-то им были бы такие вот, знаешь, мужицкий царь, такой образ, да, им был бы, может быть, и людям из провинции близок. Но, да, такая проблема действительно есть. И, к сожалению, это дает больше шансов и больше очков сценарию, когда в условиях экономического краха, усиления внешнего давления, у нас ждет революция не снизу, а сверху. То есть это будет, опять же, как раз вот какой-то вот... Переворот. Византийский переворот, и одна башня упадет на другую. И тогда потребуется, конечно, найти кого-то, кто станет фигурой, которая перезагрузит систему. Но она и перезагрузит, потому что в формате, в котором ее перезагрузил Ельцин, это будет просто еще одна революционная революция. К сожалению, да, это весьма вероятно. И, конечно же, он бьет по нам и является плюсом для вот такого сценария, то, что очень у нас, к сожалению, небольшой процент вестернизированной как раз молодежи, да, и вестернизированной прослойки населения, которые готовы активно отстаивать свою позицию на улицах, да, и как-то действовать, участвовать в политике, о чем призывает, кстати, Алексей Анатольевич, он говорит, ребята, действуйте, участвуйте в дискуссиях, может, вы со мной согласны или не согласны. Есть такая действительно серьезная проблема, что участие вот в политике, это вот именно такой уличный, активный, в ней участвуют, ну, либо, прошу прощения за слово, маргиналы городские, да, или городские сумасшедшие, да, либо определенный процент молодых людей, которые еще не социализовались, да, то есть, которые не имеют, скажем так, ну, не закончили свое образование, не устроились на хорошую работу, не... То есть, вот эта социальная ситуация, вот эта, скажем так, в том числе, конечно, вот атмосфера общества не очень богатого, да, конечно, она влияет на социальные стратегии. Нужно думать также о том, что сколько бы они там не работали и не трудились, то дочка Пескова все равно будет получать больше, да, и если она, например, переедет их детей на черном джипе, ей за это абсолютно ничего не будет. Миша, смотри, такое много раз было, да, но у людей, понимаешь, в нашем обществе, к сожалению, Магомед Кадыров подрастет, у них, к сожалению, капуленного возраста сказывается очень циничный подход, то есть, да, но ты такой, знаешь, в плохом смысле, этот Ницшанский, то есть, ну да, жизнь такая, да, кто-то пришел, как они говорят, к успеху, а кто-то нет, кто-то родился там с серебряной ложкой во рту, но надо крутиться, как они говорят. Фатализм, ну, фатализм, да, общество абсолютно в России пост-христианское, да, там оно не разделяет, то есть, это, скажем так, национальной солидарности тоже нет, национальной солидарности тоже нет, все враги, вот только твой клан, твой ближний круг, это вот, не знаю, то есть, как вот, опять же, примеры социального пространства, это вот люди, когда вот снимают квартиру, задвигая, они не знают, кто там находится, они не хотят ни с кем не взаимодействовать, они, в общем, как бы, скажем так, социальная ткань, она давно уже разорвана. Азии личную дружбу и личную лояльность, это их в итоге приводит к тому, что они могут спокойно себе дружить с Кристиной Потупчик, там, и, да, и тому подобное. Безусловно, да, то есть, это сукин сын, но это наш сукин сын. У нас есть ситуация, где более-менее достигнут консенсус, что, ну, условный там Навальный является ледоколом в этой кромешной ситуации, Безусловно, да. Но, у нас совершенно нет плана на то, что, ну, хорошо, в этот момент это удался революционный или какой угодно, да, ледокол смог расколоть эту элиту, расколоть этот кошмарный режим, который у нас сложился, и что дальше? Вот мой страх за Навального, к которому я хорошо отношусь, я хочу подчеркнуть это, заключается как раз в том, что у Навального очень жидкие тылы, и людей, которые за ним реально стоят, очень-очень мало, и даже те люди, которые за ним сейчас стоят, ну, кроме там, самого-самого узкого круга, они все преследуют собственные интересы, и когда этот революционный момент туда с вами все перессорятся. Именно потому, что Навальный это не идеологический политик. Ну, это понятно, да, конечно, какого политика, которая действует по принципу «хватай всех», и, конечно, как бы тут могут быть, конечно, такие издержки, да, понятно, и он пытается понравиться всем, это понятно. Но тут надо понимать, в каких сценариях, в каком, как это будет развиваться, какое может быть как бы решение этой проблемы. Решение может быть проблемой, действительно, как бы, если бы действительно все люди, которые понимают его роль, да, попытаются объединиться в структурах, которые он будет создавать, в его аппарате. Вот ты говоришь, что нужна какая-то команда профессионалов, которые проведут там правильные реформы, построят правильные институты, но вот какого-то рецепта универсального, который, значит, будучи воплощен на практике, там, сделает из России демократическую страну, его просто нет. Понятно, что мы не знаем точно, как это сложится, а единственное, как нужно действовать, это не опираться на имеющийся опыт, то есть не заниматься исторической реконструкцией, то есть не надо пытаться сделать из России там Германию или Соединенные Штаты или Японию, Южную Корею. Нужно учитывать местные особенности, но при этом брать, конечно же, на выражение лучший опыт, который нам мог бы подойти. И тут, конечно же, ближайшими примерами, конечно, и ближайшим орелом может быть страны Балтии и Восточной Европы, где, скажем так, по ряду причин есть общества, которые, скажем так, по ряду критериев нам достаточно близки. Вот почему мне кажется, что опыт Прибалтики сложно применим к России, потому что Прибалтика это осколок империи, а Россия это как-то центр империи. Нет, я сейчас говорю не о государстве, опыт, я говорю о опыте локального уровня самоуправления, то есть борьбы с коррупцией, то есть о таких вещах, которые, скажем так, достаточно прикладные, и это совершенно другой кейс. Все-таки в масштабе... Мы не можем перенести опыт в целом одного государства, знаешь, какую-то кальку наложить на другую, у нас ничего не получится. Некоторые вещи, они будут работать, и это... Я не думаю, понимая, что нужна какая-то полная схожесть, какая-то вот такая схема, потому что, если мы будем так жестко подходить к этой системе, к этой матрице, мы не найдем никогда подходящего каких-то кейсовых примеров, которые мы могли бы хотя бы взять, ну не то, что как бы полностью на вооружение, но хотя бы взять, учитывать, посмотреть и что-то применить из этого. Нет, ну есть просто примеры более применимые. Там, я не знаю, в России, какая вообще с точки зрения реформирования России, три основные проблемы. Первая, это очень сильная централизация власти, да, вторая, это централизация власти уже на местах, то есть даже в тех республиках, которые обладают какой-то незначительной автономией, там очень сильно централизована власть в столицах этих республик, и третья, это просто ее невероятный размер. Очень сложно испытывать солидарность, когда от Москвы до Владивостока, понимаешь, 9 часов. Да нет, все-таки, но в 21 веке, вот когда есть все средства передачи информации, говорить о такой разобщенности все-таки нельзя, потому что, допустим, кстати, приведу пример, да, Навальный сейчас ездит, открывает штаб за штабом, и мы видим людей очень похожих между собой, которые его встречают, его рады видеть, и они разделяют те же морской ценности. У них есть понимание, что такое нормы, да, они хотят видеть... Мы видим, что это такие же люди, как здесь в Москве. Да, это влияет, это влияет, да, на восприятие, теряясь, то есть мы не думаем, что, допустим, люди на Дальнем Востоке это какие-то люди, которые ходят в шапках-ушанках и там ездят на медведях. Мы видим нацию, да, и таким образом, да, как раз снизу нация как раз и формируется. Я всегда объясняю иностранцам, что Россия это все еще империя. Вообще неправильно не думать, как о национальном государстве. Нет, конечно, нет. Вы сейчас обсуждаете Дальний Восток, окей, Дальний Восток действительно похож на Россию, но если вы съездите в Тулу, Тулу на Россию не похожа вообще. Почему принципиально то, что Россия является империей? Потому что в империи президентов не бывает. Потому что империя это как бы политически это не то образование, которое может достигнуть какого-то консенсуса и сохранять свою территориальную целостность с помощью этого президента. Мы это видим, например, там даже Югославия уж на что незначительная империя была. Когда сейчас Тита империя развалилась, империя может держаться только за счет императора. Развалился хрен с ним? Может готовиться к тому, что будет, ну, во-первых, локальные гражданские войны в какой-то момент, а во-вторых, будет распад в стороне. Войны между кем? Между дагестанцами и чеченцами? Дагестанцами и русскими, чеченцами и русскими, якутами и русскими, тувинцами и русскими. Продолжить? Мне кажется, все-таки по поводу якутов страхи... Как говорил Дональд Трамп, нужно строить систему. Для Якутии совершенно нормально попытаться построить свое национальное государство. Я абсолютно в этом их не буду винить, просто к этому нужно быть готовым. Если ты к этому сейчас будешь не готов, если мы говорим о будущем реформирования России, мы не готовы к тому, что эти настроения будут, но, слушайте, вы просто все провалите тогда. Ну, давайте сделаем. Ради бога. Пусть будет партия татарских националистов. Ну, зачем? Ну, сейчас это запрещено законодательством, кстати. Ну, понятно, что мы, скажем так, если мы будем ставить вопрос, скажем так, чтобы некоторые территории были в составе будущей федерации, потребуется перезаключать федеративный договор. Время идет, мы так и не обсудили гранатасосов. Те вот замечательные люди, которые собираются на форуме Вильнюс и уже какой-то там третий или четвертый раз третий раз сидят и обсуждают там, как ФСБ взорвало Россию, да, и прочие там крайне актуальные темы. Ну, да, действительно. Ну, я, конечно, не буду все-таки по непонятным причинам как-то критиковать организаторов этого форума, да, потому что форум действительно очень интересный, он показывает интересных людей с, скажем так, с интересных сторон, да. Вот, и я думаю, что это очень правильно. Я надеюсь, что все будут в России это смотреть, видите, это всем будет очень интересно. Миша правильно задал вопрос про грандососов, и это на самом деле критика тебе и твоему отношению к этой западной иммиграции как к чему-то, что может быть... Нет, я не совсем про ту категорию населения говорю, на самом деле. А на конференции в Вильнюсе или на категории на Сен-Дуэль? Нет, смотри, я тебе сейчас поясню, как я понимаю, я понимаю, как бы, те люди, которые нас интересуют, там, понимаешь, есть люди, которые, ну, их можно назвать некоторых сбитыми летчиками либо профессиональными оппозиционерами, либо людьми определенного возраста. Меня интересуют люди, которые, скажем так, это поколение 80-90-х годов. А эти люди, которые, скажем так, представляют другие поколения, у них, понятно, свои интересы. Они часто бывают корыстными, часто бывают, скажем так, приближенными, скажем так, к земле, и они тут, конечно же, абсолютно не идеалисты. Ну, подожди, ну, вот на конференции в Вильнюсе средний возраст какой-то? Средний возраст? Ну, слушай, я социологически опрос не был. Я думаю, что это люди... Это люди... Там вот была вполне себе молодая Баронова, вполне себе молодая Немирова. Бароновой там не было. Ну, да? Там открытая Россия? Нет, там... Какой-то из РАООО. Она там точно не была. Нет, нет, открытой России там не было, и у организаторов форума Вильнюсе у них, скажем так, с открытой Россией есть определенные как бы расхождения. Лично я там присутствую, потому что я встречаюсь с своими хорошими друзьями, которые находятся именно не на сцене, а в зале. То есть это такой способ... Это способ коммуникации, да. Публика в зале она все-таки отличается от тех, кто там спичерами является? Конечно, конечно, отличается, да. Безусловно, понятно, что все видят спикеров, но публику-то в зале никто не видит, а публика в зале совершенно разная. Я не совсем понимаю, как это все может быть воплощено в жизни, да, с ресурсами НКО и контакт... И группы... Не группы, господи, господи. Вконтакте у нас тоже есть. Хорошо, и группы Вконтакте, да, и каналы в Телеграме. Та же либертарианская партия, она при всей своей там малочисственности, да, у нее периодически бывают какие-то движухи. Она участвует в каких-то там муниципальных компаниях, региональных компаниях, выигрывает даже. То есть вот этот, как какой-то движняк реальный, он постоянно происходит. Ты говоришь о том, что нужно организовываться в структуре, создавать институты, и при этом в чем эти институты у вас, они заключаются, ну, кроме там пабликов, ведения каналов, институты. Нет, смотри, мы действуем в формате НКО, да, то есть, и у нас есть ряд проектов, которые мы реализуем, в том числе, которые я описывал, связанные было как раз с украинской аудиторией, да, мы хотели бы эту практику как раз распространить и на людей, которые живут в России. У нас есть... Вот ряд проектов, каких вот, расскажи просто поподробнее. Да, ну, это знакомство как раз с институтами и опытом борьбы с коррупцией, местным самоуправлением, евроинтеграцией, например, как раз Латвии и других европейских стран, где у нас есть как раз определенные активисты, да, это определенная, как бы, это публицистическая деятельность, да, это площадка, чтобы люди могли высказываться, да, это информационная, там, тоже деятельность, то есть, это работа с продвижением тех точек зрения, которые, скажем так, нам кажутся комплементарными, да, то есть, это, скажем так, определенное взаимодействие с людьми на будущее, да, чтобы, допустим, в формате, может быть, какой-то бизнес-структуры, да, если люди как-то организовываются, мы можем в этом участвовать, и они готовы, скажем так, тоже поддерживать, скажем так, наши мероприятия, наши, это дискуссионные клубы, это, скажем так, ну, если вы говорите о каких-то движениях, там, акциях, то для этого, безусловно, нужны люди, и тут, безусловно, не получится без, скажем так, их-то форм объединений, да, то есть, совершенно разная деятельность, молодая структура, как ты понимаешь, то есть, мы действуем по своей инициативе. Интернет может все это выполнить, это все разговор, я имею в виду, вот почему Навальный выигрывает у абсолютно всех других оппозиционных сил, по одной, по одной причине, он занимается антикоррупционной деятельностью, и он занимается, ну, сейчас, открытием штабов и участием в выборах, это конкретные дела. И делает качественный контент еще. Да, контент в интернете, Навальный не проводит дискуссионных клубов, Навальный не проводит форму. Понимаешь, ты допускаешь очень сейчас большую ошибку, понимаешь, ты начинаешь проводить, понимаешь, сравнение с людьми, которые борются за власть и с, скажем так, политическими структурами. Подожди, политическая структура, это неименуемо, структура, которой нужна власть, значительно не политическая. Нет, понимаешь, смотри, мы сейчас как бы являемся, как в данном случае, представителем гражданского общества и работаем. Мы не боремся за власть? Ну, нет, смотри, мы сейчас очень долго говорили о том, что нам нужны специалисты с хорошим образованием, которые станут этой самой властью, по крайней мере, на переходный период. Получается, что мы боремся за власть? смотри, мы, скажем так, работаем, как определенное подспорье, но у нас, если говорить с точки зрения формально, у нас нет структуры, которая готова бороться за власть, то есть у нас нет партии политической. Структура есть, это как раз формат НКО, но структура находится на стадии формирования, безусловно. То есть, понятно, что со временем, я думаю, что это обрастет, как говорится, от организации мясом, и тогда это будет как-то возможно как-то взаимодействовать. В том числе, почему? У нас есть разные люди, которые взаимодействуют, уже действуют и в штабе Навального, есть люди, которые участвуют и в других политических проектах. Просто у меня так набросились, что... А мы, нет, в этом же интересные вопросы. Нет, нет, понятно, что хочется как бы Жареного искать, что вот вы ничего не сделали, непонятно, чем вы занимаетесь. Совсем нет. Но мы хотим, что-то... Нет, безусловно, я честно скажу, да, конечно, у нас как бы мы не столь эффективны, как новые медиа Ходорковского, это правда. Нет, но они конкретно вредительством занимаются, здесь есть три стадии. Есть вредительство, есть ничего не делание, есть дело ничего. Нет, но если хочется спросить технологию, да, возможно, действительно в будущем мы создадим партию. То есть политическая воля есть. Конечно, есть, да. И может быть, вместе с замечательной партией вашей, да, либертарианской, да. Мы со всеми сотрудничаем, но... Да, да, да. Мы создадим избирательный блок, выступим за все хорошее, против всего плохого, такой ответ тебе устроит. Я просто объясню, почему мы на тебя набросились, да, мы набросились не просто так, да, чтобы тебя там помучить, а потому что... Это фишка шоу, неудобные вопросы, да. Двое против одного, да. Двое против одного, да. Такая школа злословия. Но... Не, ну, я не статусный грант-осос, это правда. Тут я не могу с вами... Знаешь, как бы... Я не могу сказать, что я расходовал все гранты НЭДы и провел 50 каких-то мероприятий, где собалка 50 каких-то людей. Тут просто, понимаешь, почему этот вопрос возникает? Потому что я от многих оппозиционеров слышу вот эти вот разговоры о том, что нужно вот создать, ну, значит, готовим новую элиту. Нет, я так громко не говорю. Ну, условно говоря, я это слышу 10-10 лет... Очень много разговоров про институты и гражданское общество, но... Нет, нам очень мало института. Как будто вот они сами где-то там, как сорная трава вырастут, да. Нет, ну, вот у нас институты, то, что мы создали, вот у нас есть люди, которые находятся с нами, сотрудничают там из Австрии, из Германии, из Канады, из США. Многие работают, кстати, говорят, наши коллеги уже в... Ну, допустим, вот в Канаде у нас есть хороший товарищ, он работает уже в структурах как раз правительства местных, да. Есть некоторые коллеги, которые работают в фондах НКО, там, да, там, работают при университетах. Антон, можно я тебе честно скажу, вот как человек, который реально в российской политтусовочке, ну, очень давно нахожусь, да? Тусовочка это хорошо. Ну, около, около, я скажу. Около, около, около тусовочки. Тусовочка не вообще. Я тебе расскажу. Вот я знаю, как все вот это вот рассказывается и пишется, да. Вот я очень долгое время был для многих, там, активистов, да, человеком, что вот у нас есть человек, там, условно говоря, в Англии, который общается с местными депутатами, понимаешь? Вот это вот набивание себе цены за счет таких знакомств, или вот там Артем Северский, да, вот у нас человек, который работает в европейских финансовых структурах. Ну, это все понятно. Я знаю, как это... Распределяет гранты МВФ. Я знаю, как это работает, набивание цены себе. Я знаю, что это ничего не стоит. И вот я насмотрелся на это за 10 лет, я понял, что вот, ну, яд в этом находится. Нужно снять с себя шор, нужно хотя бы самим перестать в это верить, что это что-то значит и начать смотреть на то, что значит действительно что. Я отношусь к этому совершенно... Ты сегодня правильно говорил, кстати, что мы можем только, как Мюнхгаузен, вытянуть себя сами за волосы. Нет, понимаешь, надежды на какие-то западные там... Да, конечно, нет, понимаешь, это действительно во многом, конечно, способ контакта, дискуссионного клуба и точка сбывки. Я тут совершенно не питаю людей. Мне кажется, вот основное зло исходит именно от этого. Мы себе выдумываем какие-то такие очень интересные биографии, которым мы не вполне соответствуем. И мне кажется, что в какой-то момент очень многие начинают в эти интересные биографии верить, и мы тем самым отравляем собственное будущее. Потому что, ну, вот огромное количество людей, которые из себя что-то представляют в российской оппозиционной тусовке, их очень-очень мало, да. И, ну, нужно перестать вот рисовать себя, да, вот этим великим оппозиционерам. Большинство из нас ими не является. Я это про себя говорю тоже. Нет, слушай, ну, нет, понимаешь, мы не должны на столь минорной ноте заканчивать. Понимаешь, я думаю, да, нужно все-таки сказать, что все, что мы делаем, и в том числе, что делаете, как бы, вы, да, со своим проектом, да, видео, да, это возможно действительно создать такое независимое вещание, да, и точку тоже сборки, да. И, да, понятно... Очень хочется. Точно, вот мне нравится твое выражение про точку сборки. Я с ним согласен. Да, это кристаллизация определенная, да, там, и то, что ты говорил, мы говорили про иллюстрацию, да, потому что, если сейчас, понимаешь, мы начнем, вот, кстати, говорят, я вот не люблю эту очень черту, понимаешь, это вот, знаешь, вот как с американцами, да. Американцы соберутся, если, допустим, знаешь, вот даже была забавная такая картинка, человек вылетел из школы, там, или из института, окей, давай, создавай свой бизнес. Соберутся русские и начнут долго засирать. Нужно помогать другим людям, да, и позволять, чтобы росли независимые площадки, независимые проекты, такими они бы не были. И главное, чтобы они соответствовали определенному направлению, да, которое нам как раз комплиментарно, да. С этим я абсолютно согласен. Иначе у нас будет безальтернативный лидер, понимаешь, и опять эффект колеи, возврат к авторитаризму. Нам же это не нужно. В том-то и дело. С этим я согласен. Пусть растут все, кроме бывших нашистов. Да. Я даже с этим я согласен. Но завершить надо всю иллюстрацию, естественно. Если не будет иллюстрации, в России реформ не будет. Мы эту передачу делаем для того, чтобы вообще довести... Повести иллюстрации. Чтобы напоминать иллюстрации. Чтобы напоминать иллюстрации в каждой передаче. Нет, ну, надо сказать, нет, понимаешь, что ты говорил по поводу амбиций. Надо сказать, что у нас вот есть амбиция сидеть, допустим, в Верховном суде. У меня есть амбиция. Вот я могу тебе сказать, зачем... Ну, хорошо, давай говорить об амбициях. Хорошо, у меня амбиция очень простая. Амбиция, почему я создал этот канал. Потому что я увидел, во-первых, что Навальный варится в собственном соку и кактус делает как боевой листок. Это важная мысль. То есть там тусовочка? Нет, там своя тусовочка. Там своя тусовочка, да. Но это некоторая неизбежность, потому что реально с Навальным никто не разговаривает. Ты решил создать свою тусовочку? Нет. Миссия этого канала, да, действительно, во-первых, напоминать о каких-то ключевых вопросах, без которых ничего не получится, да. И дать Навальному и любому оппозиционеру, который действительно будет заниматься оппозиционной политикой в России, взгляд со стороны. Потому что сейчас взгляд со стороны нет. Сейчас есть взгляд изнутри, интроспекция, и взгляд врага на тебя. Условно говоря, там, российских СМИ, и, в принципе, системных СМИ. И это недостаточно. Это единственная причина, что меня вывело начать этот канал делать. Ты думаешь, что Навальный тебя смотрит? Я знаю, что он меня смотрит. Больтан. Он меня ретвитил последние два вовка. Ну, это хорошо. Надо передать, наверное, примет Алексея Анатольевича. Да. И удачи пожелать. Ну и пожелать удачи. Ну, я думаю, да, на этой позитивной инвестиции. Я думаю, что, надо сказать, что плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. И, да, конечно, у нас у всех есть политические амбиции. Я думаю, что они должны реализовываться в демократической и свободной России. Свободной, в первую очередь. Спасибо, что смотрели нас. У меня в гостях был Антон Громов, автор паблика Политота в Телеграме. Не паблика. Автор канала Политота в Телеграме и автор НКО europeanpeople.com. EuropeanRussians.com. Помогал мне Михаил Пожарский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте нам биткоины, если вам нравится, что мы делаем. Мы проект абсолютно не коммерческий, никому не принадлежим. И надеемся, что вы это цените. До новых встреч и советуйте нас друзьям. Пока. Все. Можно еще бодро получиться. Субтитры создавал DimaTorzok